Дамы и господа, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и это мой видеоблог. Сегодня мы поговорим с вами о теме, как разоблачить фейка. Тема весьма актуальная. И в гостях у меня находится мой друг Гранд Аганесович. Гранд, привет! Вот не секрет, что фейки очень достали всех, когда тебе пишет девушка, которая впоследствии оказывается фейком отнимает у тебя время. Я, насколько знаю, ты можешь все это сделать, определить. Да, полностью разоблачить вот это существо, которое сидит под ту сторону экрана, вывести ее на чистую воду и показать ее место. Или его место. А это еще, может быть, мужик? Легко, волосатый, бородатый. Такой же, как ты. Ну что? Вполне возможно. Я приглашаю тебя за свой комп. Жень, подходи. Давай начнем, Жень. Ну, короче, Гранд, такая тема. Вот постоянно добавляются всякие фейки. И обычно это девчонки. Ну, ты сам знаешь, я сейчас нахожусь в поиске. И мне вот эти дела очень напрягают. Например, одна девчонка, она была из Красноярска, очень хорошенькая. Я реально поверил в то, что она из Красноярска, потому что там таких очень много. Я думаю, блин, надо пообщаться, мы как-то с ней разговариваем, разговариваем. Я потом чувствую какую-то неадекватность. Но я обратился к тебе, ты раз ее проверил, какая-то дура. Оказалось, вообще фейк. Фейк, да, в легкую. Прямо стало бычим. Я вообще в шоке. Мне вот кажется, такие девчонки, они просто, у них какие-то реально проблемы с головой. И надо говорить. Ну, это хорошо, если будут девчонки. Да, кстати. Ну, не, мужиков легче выкупить, они просто общаются по-тупому. А девчонки, они все равно знают там, как делать. Завалировать там этими образами всякими. Мне кажется, во-первых, у них проблемы с головой. Во-вторых, там сидит какая-то страшная толстушка. И вот как можно жить не своей жизнью вообще вот эти фейки? Что у них? Вот это вопрос, наверное, к психологам. Мы можем только одно сделать, да, непосредственно выкупить их. Посмотреть, чьи они фотографии и у кого это стоили. При нынешних развития технологий. Но ты реально меня научил этой теме. Я каждый раз, когда мне кто-то добавляется, моментально нажимаю кнопочку. Я вижу, откуда девочка вообще, что это фейк кого. Я ей пишу, здравствуй, фейк такой-то Алины, например. Да, да, я сразу отправляю лично вот это сразу, непосредственно вот эту страницу. И они сразу исчезают. Прямую ссылочку. И это все нормально. Ясно. Ну что, поздоровайся с ребятами, нас смотрят. Взлет. Поехали, давай показывай. Да, начнем с самого обычного. Я думаю, как и многие прогрессивные пользователи всяких Windows, Mac и прочего, у всех стоит браузер на Chrome. Самый лучший, самый оптимальный, самый красивый. Вообще, какой у нас принцип, да? Да, принцип по строению поиска фейка строится в поиске картинки. Потому что часто очень используют популярных девочек из фотобанков каких-то, берут, да? Вот опять же, фотографии там более-менее известных, неизвестных, симпатичных, обработанных, из больших групп. Неважно. В любом случае, можно всегда посмотреть и найти. Для этого у нас есть поиск Google Chrome, поиск по картинкам. Ну, чтобы каждый раз не вводить что-то еще, у них есть отличное расширение. Вот прям можно установить непосредственно с своих магазинов. А что такое расширение? Просто давай объясняю. Вот я реально, когда ты мне это все установил, это понятно, как пользоваться. А, да. Сам по силе браузер позволяет ставить какие-то дополнительные там, ну, как можно все привыкли, там, плагин, еще что-то. То есть, в Chrome можно поставить какую-то программу на Chrome? Да, на Chrome, да, она дополнительная. Там все для жизни, ну, там есть определенные, можно лично уже сразу показать, чтобы не было лишних вопросов. Давай. Заходим вот в Chrome, в Google Chrome. В браузер вбиваем начальную страничку и непосредственно вот уже заходим в магазин. Тут есть всякие программы, расширения, там, инструменты, игры. Делай все, что хочешь. Оффлайн, онлайн. Но это уже, как бы, сами сидите, кто к чему, как интересно. Нас интересует одна вещь, это поиск по картинкам. Сделать его более быстрый, удобный. Вводим, у них есть отличное именно официальное расширение, это Search by Image. Сразу удается. Вот мы его выбираем. Так как он у нас стоит, мы установили его еще до этого, да. Ну, нажимаем его, тут будет это непосредственно установить. Вы устанавливаете. Все, он у вас стоит в системе, в расширениях. То есть, его актировать уже получается никак не надо? Он уже работает? Да, он уже работает. Сейчас увидим, как непосредственно, ну, что-то в руку ходить. Зайдем к тебе. Лезь на мою страницу, да. Как она работает, да, это расширение. Есть. Правая кнопка, да. Ты кришь на фотографию и выбираешь вот эту. Да, вот Search, Google. Search, Google, this image. Да, да. Да, и таким образом вводим, да? Ну, просто сразу нажимаем на нее, левую кнопочку мышки. И он сразу показывает целую кучу, где есть я вообще. Где это изображение попадается, в каких источниках. Да, 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 все верно. Там, эгоистка, там, Евгений Донец. Ну, в принципе, где-то есть, да? Даже вот это, вот, то, что он непосредственно показал две страницы из ВКонтакта, это одна и та же твоя страница. Просто, где один есть ID, где есть непосредственно конкретное имя, которое ты выбрал в ВКонтакте. Слушай, у меня сегодня как раз добавилась очередная кукушка. Вот вообще мне в день добавляется в районе, там, ну, 10 человек иногда. Больше бывают какие-то праздники, может быть. Может быть, у них месячные случаи, я не знаю. В общем, сам факт, что добавляется, бывает пачками. И сегодня было два фейка. Давай залезем в Друзья, потом выберем Новые Друзья. И я тебе покажу просто, я специально добавляю их в подписчики ради прикола. Ну, тут, конечно, будет много. Например, Новые Друзья выбирай. Раздел Новые Друзья, да, выше. Вот, например, Жанна Швец. Жанна Швец. Нажимаем на Жанну Швец, и я сразу понял, что это фейк. Я первым делом кликаю на ее фотографию элементарно. Вот она. И делаю поиск через Google по картинкам сравнение результата. Вот, пожалуйста. И появляется целая куча... Лилиана Ликаренко. Лилиана Ликаренко, кто там еще? Психологическая помощь. Вот, кстати, фейк у Ананавы. Анастасия Фурман. Да, да, да. Анна Абилова. Ну, это нормально, это еще мало. А как определить теперь, кто из них реально фейк, кто не фейк? Получается очень много страничек. Ну, это тут просто уже логика, да, потому что есть возможность посмотреть, это фотография, когда кто раньше загрузил, ну, по свежести ID. Понятное дело, что человек не будет завладить там третью, десятую страницу себе. Может, кто-то там вторую там втайне заведет, но уже под каким-то тоже фейк. Ну, ты говоришь, свежесть ID. Свежая ID, это, ну, просто в ВКонтакте, когда регистрируешься, присылает тебе номер, да, персональный номер. Порядковый. Порядковый, да, порядковый персональный номер. Ну, понятно, у Павла Дурова первый номер и возрастающий. В первый год там зарегистрировалось порядка 5 миллионов человек, там, второй год где-то, ну, по 20 миллионов и так далее, да, росло. И уже там есть и сервисы по определению, да, когда это приблизительно… Это гений сидит. Да, сервисы, когда зарегистрирована была страничка, и все, у тебя остается только просто приблизительно сравнить, у кого какие фотографии, там, у кого какая информация, и, может, какие-то официальные источники, на что-то… То есть, мы смотрим на ID, давай покажем сразу, что это означает. Ну, например, vk.com, вот этот адрес, да, это и есть ID. Да, номер, да? Да, ID. Если бывает, что ID нет, там, ну, прописано какое-то короткое имя, в принципе, это не проблема узнать. Просто заходим, смотрим, ну, и вот новости, да, и снизу здесь прописывается, ну, не нажимая даже, вот есть новости, нажимаем, и вот Source, да, вот написано, 168, вот это, да, и вот ниже вот показываем. Подожди, а что это значит, это вот Source? Ну, ну, это именно ссылка, да, вот как раз на новости вот по ID вот этой прекрасной Лилианы, замужем, вот. Ну, и поэтому можем узнать, допустим, здесь у нее не ID написано, там, не знаю, просто Лилиана, да, сокращаем. Скорее всего, это она и есть, да? Не, не то, что скорее всего, просто как узнать, какой у нее ID, может быть, это, опять же, 200 ID, там, есть возможность. Да, все понял, если у нее написано вместо этих цифр Лилиана, вместо вот этих цифр, да, тогда мы смотрим вот здесь, настоящий номер ID. Именно глобальный рост сети закончился на 200 миллионов, это, ну, в конце прошлого года, да, и сейчас постепенно там 200-220 миллионов. Сейчас постепенно, уже там, именно инертно как-то, и по инерции еще идут какие-то регистрации, там, кто-то, опять же, там, может, какие-то остатки людей, там, взрослых не успели, да, появиться. Мне мать недавно зарегистрировалась, служила в ВКонтакте, поэтому оно уже не так, как пару лет назад, когда ты каждый день смотришь, там, сколько хочешь какую-нибудь ID себе красивую, да, выбить, там, когда еще не было возможности себе выбрать имени. И, в общем, если 44 миллиона, какой-то там 800-тысячный, это более вероятно, чем... Вероятность, да, это... Что он настоящий более вероятно, чем 180 миллион. Но, опять же, 44 миллион, это уже, о чем говорит, скорее всего, было регистрация денег, там, в 10-11 году, опять же, тоже не факт, что это, как бы, первый источник, да. Надо смотреть, искать, и просто логикой, да, как-то. Потом сам по себе Google дает не только ВКонтакте, да, ссылочку. Она показывает, он показывает тебе вообще. По всему, да. Есть еще другие расширения, допустим, есть возможность смотреть в Яндексе, да, картинки поиска, ну, там не так алгоритм, не так хороша выдача, как у Google. Есть еще Тин Айф, это такая компания тоже занимается, непосредственно, поиском по картинкам. Ну, это их расширение, оно уже по мерку, по сравнению с Google, потому что у нее и выдача больше, и прочие плюшечки. В общем, твоя фишка работает в большей степени, чем что-либо другое. Да, да, но это, это Google, это Google, поэтому тут остается только уже непосредственно посмотреть. Давай просто еще раз объясним, как искать картинку. Допустим, заходим на фейка в очередной раз в моих новых друзьях. Значит, вот, делаем просто сначала, чтобы человек любой, даже самый тормозной, мог бороться с фейком, узнавать, фейк ли это, и больше не попадаться на удочку каких-то странных девочек с психическими отклонениями. Да. Ведь нормально в наше время знакомиться вообще через интернет. Интернет – это один из способов коммуникации, один из. Раньше мы знакомились на остановке, это тоже способ встречи. Сейчас мы знакомимся через интернет, в любом случае мы потом встречаемся в реальной жизни. И, естественно, любой поведется, если он в поиске, а почему нет? Да, правильно, даже кто не в поиске, может повестись на этих. Да, и тут самое главное – не потерять время свое. И быстро определить, что за дура. Теперь я это делаю в одну секунду. Прямо сейчас мы еще раз показываем. Вот у меня находится фейк в друзьях, специально добавленный сегодня, Жанна Швец. Мы заходим на нее, на ее страницу. Нажимаем, выбираем любую фотографию из тех, кто там… Можно вторую, давай вторую, кстати, там вот хорошенькая такая девочка. Тут видно сразу, что модельная внешность красивая. Красивая. Она прям… Я, кстати, бы такую. Эх! Ха-ха! Ну, в общем-то, у меня и бывали такие, эх! Хотя были и лучше. Ну, были и лучше, да. Ну, она классная, согласись. Просто в жизни, когда встречаешь, немножко другое все равно. Возможно, она накрашенная. Но сам факт, картинка прелестная. Делай, да. Просто. Давай. Вот мы нажимаем правую кнопку мыши сейчас. Вот нажали, да. И выбираем «search Google with this image». Вот какие же мы бездарно знающие английские. И тут целая куча сведений об этой девочке. Мы выбираем самый свежий ID, самый ранний, у которого цифра меньше, миллионов. Да, да, да. И смотрим. А если человек относительно популярный в сети, у него есть несколько аккаунтов, тут Google сам может выдать. Вот, пожалуйста, скорее всего на картинке это Таня Волощук. Да ты чего? Ну-ка, дай-ка Таню Волощук. Просто нажимаем. Ну, откроем. Я просто хочу с ней познакомиться. Танюшка, Волощук, я иду к тебе. Да, тоже привет. Ух ты, ядрен батон, добавь ее в друзья. Я хочу Таню Волощук познакомиться с ней, познакомиться с мамой. Хороша девочка. Да, вот оригинал, пожалуйста. Таня Швец как-то... Таня Швец теперь будет отсасывать чупа-чупс, мне так кажется. Да. Да. Небритый. Ой, молодец какой. Слушай, ну ты шутишь, конечно, жестко прям. Весь ты меня, понимаешь, весь. Да, троллить это. Они сами нас научили, поэтому. Они сами нас научили быть такими, потому что, ну... Бабы, многие действительно дуры. Самое интересное, сколько у тебя общих с ней друзей. У тебя больше, чем с Таней Швец. Кстати, действительно, у меня с ней больше общих друзей, чем с Таней Швец. Ну, Таня Швец. Это какой-то скромный один. Какой-то я сегодня сопливый. Ну, да. Еще бы. Ну что, друзья, мы подводим итоги. У меня, собственно говоря, в гостях был яркий специалист в IT-технологиях. Грант. Фейках. Да, фейках Грант Абгарян. Уж не знаю, почему он стал таковым. Может быть, это в связи с частой мастурбацией возле компьютера. И не только. И не только. Все-таки он признался. Не только компьютер. Грант, спасибо тебе. Ты сейчас очень многим людям помог. Да, я рад, что я смог помочь. Хотите помочь мне, присылайте денежку там. Ты такой скромный, или? Да, на мой Киви кошелек. Это Грант Абгарян. Добавляйте его в друзья. Меня зовут Евгений Донец. Вы смотрели мой видеоблог «Как поймать фейка». До свидания. Счастливо.